Думская ТВ продолжает работать в прямом эфире. Говорим о главном. Сейчас с вами Александр Новицкий и Алла Есина. Из последних новостей. В 15 часов 1 минуту на сайте «Украинская правда» было опубликовано заявление о том, что Минюст зарегистрировал партию Михаила Саакашвили. А теперь другие криминальные новости. В студии наш корреспондент Иван Леонтьев со своим традиционным обзором криминальной хроники Одесского региона. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Прежде хочется начать свой обзор с такого предварительного заявления. Было у меня интервью с Дмитрием Головиным, анонсированное на прошлой неделе другими ведущими, другой парой в этой же студии. Что сказать? Впечатлен я тем, как происходит работа сейчас в областном главке. Ну давай скажем о том, что полное интервью можно посмотреть у нас на ютуб-канале или на нашей странице в фейсбук. Но вкратко о чем говорил с Головиным, какие основные темы затронули и получил ли ответы на вопросы? Да, да. Начну вот отвечать на ваш вопрос с конца. Очень открытый, как мне показалось, человек, по крайней мере в общении вот с журналистами. Не было совершенно никакого дискомфорта вот в общении с начальником областного... Ну в студию к нам так и не пришли. Да, я знаю. Обычно, чтобы был дискомфорт с общением с начальником. Ну, целый месяц мы пытались пригласить его в студию к нам, но он согласился на общение, вот эксклюзивное такое, только на своей территории. Ну, что делать? Легче выигрывать на своем поле, это все прекрасно знают. Игра на выезде, она всегда сложнее. Болельщики помогают, стены родные помогают, как говорится. Ну, человек... Это и эфир непрямой. Легкий в общении, и вот видно так, что работа с подчиненными у него пошла довольно продуктивная. Целая толпа замов толпится в приемной, то есть один вышел, другой зашел, один еще чего-то ждет. Ну и, в общем, такое вот движение такое активное происходит. И хочу отметить, что это было пять вечера, то есть уже близился конец рабочего дня, хотя милиция, конечно, может работать и сутками. Говорили мы с ним, ну, помимо таких резонансных преступлений, на которых до сих пор, в которой не расставлены точки над «и», в частности, вот было убийство ребенка на улице Радостной в феврале 2015 года. Нашумевшая история. Да, да, нашумевшая, задушен ребенок был в квартире. Вот, не раскрыто преступление. Ну, естественно, спрашивал я по делу 19 февраля, так называемое, избение журналистов. Ну, здесь переадресовал меня Дмитрий Валерьевич к прокуратуре, это их парафия. Также спрашивал я вот о кадровом вопросе, насколько сейчас удается вот, ну, как сказать, возместить те пробелы, которые есть в областной полиции. Не хватает следователей, не хватает оперов, большой надежды. По такой степени, что приходится рекламировать эту должность. Ну, большие-большие надежды возлагает головин на студентов МВД. Он считает искренне, что те зарплаты, которые заявлены, могут студентов заставить бросить городские какие-то условия и где-то в районе устроиться участковый. Нет, нет, он их ждет у себя в главке, я так понимаю. У участковым следователям в главке особенно делать нечего. Ну, тем не менее, финансовую сторону вопроса мы не затрагивали, конечно, но вот в общем, в целом, как бы, есть надежда на лучшее. В общем, можно резюмировать, подводя черту, вот, итогу, общение удалось, к общению руководство областное готово. Да. И думская АТВ имеет прямой доступ теперь к руководителю национальной полиции в Одесской области. Ну, в разумных пределах, естественно. Да. То есть, парковаться можно где-нибудь? Ну, если без нарушений, то да. Вот, ну, резюмируя, подведя итог вот этой предварительной темы, скажу, что я остался очень доволен этим интервью и даже, честно говоря, не ожидал, что вот пойдет легко так общение. Ну, давайте перейдем вот к нашему обзору. Резонансное, вопиющее, можно сказать, событие сотрясло Одессу 23 февраля, когда вот неизвестными был похищен нардеп Алексей Гончаренко в Одессе. Информация появилась примерно в полдень, ее тут же подтвердила прокуратура. В течение нескольких часов стало известно вот к обеду, что имело место не похищение, а это было спецоперация. Ну, действительно, похищение было, но преступников ввели, оперативники. То есть, имело место спецоперации по задержанию группы лиц, которые готовили это покушение, похищение и уже приступили к его реализации. Вот мы видим на экране, сейчас это вот картинки с места преступления. 23 февраля мы целый день посвятили этой теме, и вчера об этом говорили. Действительно, достаточно резонансное задержание. Давай напомним о том, что речь шла не только о похищении Алексея Гончаренко, но там были и другие фигуранты дела, против которых тоже собирались совершить преступление. Да, ну мы не будем называть сейчас другие фамилии, вот как бы основной, вот начали они с Гончаренко, собственно, и мы закончили неудачно так, ну, для них неудачно. Ну, что сказать, заказчиком-организатором преступления, вот же было сказано, был депутат одного из местных советов Одесской области Кушнарев. Он вынашивал план мести за своего погибшего сына. Сын погиб во время событий... Ну, по крайней мере, по версии правоохранителей. Да, да, во время событий 2 мая 2014 года. Давайте посмотрим, вот есть видео, снятое скрытой камерой в момент совещания преступника. Ну, вот последняя фраза была, что похищенного никто не хватит, а вот в этом, конечно, они серьезно прочитались, преступники. Исчезновение нардепа не просто наделало много шума в Одессе сразу же, то есть в течение нескольких часов, уже здесь город был на ушах. Выяснилось, что преступников ввели оперативники, то есть все это была одна большая спецоперация, которая успешно завершилась. Давайте послушаем, что говорит об этом прокурор области. Давайте. Я считаю, что отец Кошнарьова является депутатом Ломанской районной ради Одессыской области. И именно он не просто замовником выкрадения народного депутата, а фактически он с двумя своими спальниками выехал на место и мог наносить народному депутату телесные ушкоджения, а именно использовать кислоту, из нее очутить обличие, позволить зору, а также переломить колени и чашечки. По словам прокурора, имела место цель не ликвидация человека, когда можно было просто нанять кеймера, нанести увечья, сделать его нетрудоспособным в дальнейшем. Ну, слава богу, это не вышло у них. Когда похитителей задержали, выяснилось, что кроме покушения нардепа, они готовили, как вы сказали, еще в отношении других лиц, но и кроме этого, они еще занимались такой запрещенной деятельностью, как пропаганда русского мира и разжигание вражды между русскими, украинцами и евреями. В подпольном каком-то помещении они печатали запрещенную литературу с соответствующими призывами. Ну, сейчас все трое задержаны, двое под стражей, один под домашним арестом, грозит им до 12 лет тюрьмы. Ну, очень хотелось бы, чтобы нашли, где печатали эту продукцию. Это немаловажно. Так, по-моему, уже все. Нашли, нашли. Нашли, установили, да? Да, да, да. Ну, давайте перейдем вот к следующим эпизодам. Очередное убийство произошло в Одессе на улице Никитина. 23-летний парень лишил жизни своего пожилого соседа, 58 лет было. Нанес удары сначала топором, а затем и ножом. Как бывает в большинстве таких бытовых преступлений, трагедия произошла после совместного употребления спиртного. Давайте послушаем, говорят сами правоохранители об этом. Давайте. Після отучения пожилого по улице Никитина в одной из квартир было виявлено тіло человека. Виздав на место прогоди слідчо-оперативной группы, было установлено особо потерпелого, ним виявился 58-летний, властник вказаної квартиры, з ознаками насильственной смерти, а саме рубленими ранами голови та ножовым пораненем в шиї. Достаточно жестокое убийство. Да, 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 то есть, ну, зверское, я бы даже сказал. Пытаясь скрыть следы преступления, преступник, осознав, что он садил, попытался сжечь, поджечь, устроить пожар. Да, да, да. Для скрывания следов. Ну, время, давайте вспомним историю с телом женщины в инвалидной коляске в парке Шевченко. Потом валютчик в своем Лексусе, да. Убил и сжег собственную мать. Валютчик в Лексусе. Валютчик в Лексусе тоже самое. Ну, впрочем, пожар не помог преступнику скрыться. И никогда не помогали. По горячим следам его задержали. Ну, в общем, понесет заслуженное наказание. Давайте перейдем к следующему эпизоду. Тоже это убийство произошло на улице Богдана Хмельницкого. В одном из домов в квартире был найден труп пенсионера. 71 год был ему. Обстановка на месте преступления свидетельствовала о том, что преступлению также предшествовало распитие спиртного. Это подтвердил, как бы, да, и сам убийца. Давайте послушаем задержанный, что говорит. В подвале сидели мы с друзьями, пили спирт. Он ударил его меня. Я воткнул ему пьяный бульон в шею. Потом мы остановляли ему кровь. Завязали все. Кровь остановилась, но дырка. Он был живой. Я начал девушку, как говорится, чехпех. И он мне палкой сзади разбил голову. Ну, и я его пришлось добить. Одним словом. Ну, убил, короче. С отдельным раскаиванием? Никаких вопросов. Сто процентов. Свою вину признают, я признаю. Вы ранее судимы? Да. По какой статье? Тоже за убийство. Давно? Ну, где-то 7 месяцев, 8 или 9 назад. О содеянном, как мы видим, преступник рассказывает охотно и очень спокойно. Ну, что сказать, рецидивист? Это рецидивист, который 7 месяцев назад освободился. Да, да, да. Интересно, не по закону ли Савченко? Забегая немного вперед, вот вы в точку, Алла, сказали, как раз был освобожден по закону Савченко. И сам об этом сказал. Давайте... Ну, это страшно. Человек, который не имеет механизма какого-то для того, чтобы остановиться при совершении такого преступления, этот человек находится на свободе. Но в настоящий момент понятно, что ему по совокупности плюс рецидив... Приговор суда может быть очень строгий. Я думаю, что, пожалуй, он не подлежит, это однозначно. А что касается, там, смягчающих обстоятельств, то их просто нет. Их просто нет, конечно. Ну, возможно, знаете, вот сотрудничество пошло на сотрудничество со следствием, сам признался. Ну, хотя он же не пришел с повинной, его пришлось задерживать. Ну, как бы... Ну, опять же, это все дело в будущем. Пошло на сделку вынуждено. Вынуждено, да. Вот как развивались события вот в этом убийстве? Давайте посмотрим. Это показано в следственном эксперименте. Есть видео. Пили водку, вот рыбу записывали. Потом он встал, начал борю ударить. Потом ударил меня. И ударил меня кулаком сюда. Я достал нож и воткнул ему в шею прямо вот здесь. Вы правой рукой-то делали? Да, вот этой рукой. Достал нож, прям, и вот так нанес один раз, и все. Протягом леченных годин раскрыто убийство 71-речного одессита. В ходе проведения оперативно-розшуковых заходов за скону данного злочина был затриман иноземец, який нещодавно звольнився за законом Савченко, та на превеликий жаль скояв очередной злочин. Ну, ты, Дмитрий Головин, сказал про закон Савченко. Да, да. Есть надежда, что, возможно, его скоро отменят. Ну, посмотрим. А сколько их уже успели выпустить? Это отдельная тема для разговора. Тут, вот, в связи с этим убийством хочется вновь отметить оперативность, которая действовала полиция. То есть, преступник был задержан по горячим следам в течение нескольких часов. Ну, что сказать, теперь ему предстоит, грубо говоря, отмотать второй такой же срок, как он сидел первый раз по столь же тяжелой статье. И я думаю, смягчающих обстоятельств тут не будет. И приговор суда будет очень жестким, максимально жестким. С учетом того, что это рецидив. Время покажет. Да, давайте перейдем к следующему эпизоду. Это у нас грабежи. На одесских черемушках были задержаны двое мужчин. Они занимались тем, что вскрывали иномарки, приглянувшиеся им. Воровали оттуда вещи. Действовали умно. Пока один поджидал с заведенным двигателем у обочины, второй как раз шел, грубо говоря, орудовать на дело. Ну, если они грабили содержимое автомобилей, то, соответственно, они отслеживали эти автомобили. Конечно, я думаю, да. То есть, ну, приглянулся, приглянулось им какое-то авто. Они вот посмотрели, как бы, что за владелец, куда ходит, куда ездит. Ну, и потом, да, совершали вот... Ну, они же не лезли, да, в «Жигули» какие-нибудь, или там «Москвич». Ну, и, собственно, сам автомобиль не пытались украсть, не пытались украсть аккумулятор или какие-то детали. Да, они знали целенаправленно, видели, что люди оставляют некоторые вещи и после воровали. Конечно, да. Ну, действовали достаточно разумно. Вот сюда хочу напомнить всем зрителям телеканала «Думская ТВ» о том, что если вы оставляете в салоне автомобиля какие-либо вещи, даже не представляющие для вас ценность, к сожалению, грабители могут рассматривать их как потенциальную добычу. Как провокацию. То есть не надо оставлять кулек, даже если в нем набито макулатурой и бумагой. Не нужно оставлять какие-то объемные сумки, даже если они пустые. Вы рискуете потерять не только эти сумки, но и интерьер и экстерьер автомобиля, что дороже иногда того содержимого. Будьте осторожны. Ну, задержали бандитов на горячем в момент совершения очередного преступления. Было это на 25-й Чапаевской дивизии. Давайте послушаем, что говорят правоохранители. Была задокументована злочинная деятельность двух граждан 25-ти и 26-ти годов в выходцах в сусіднюю державу. Было установлено, что данные особи специализировались на скоянке злочин на территории города Одессы, а саме скоянке крадежок с автомобилей. Так, подчас проведения комплексу оперативно-розшуковых заходов співробітниками управления данные особи были затриманы на горячем по улице 25-й Чапаевской дивизии в городе Одессы, когда данные особи открыто завладели майном мешканки города Одессы. После чего намагались втекти с места скоянного злочину та чинили опер співробітникам полиції. Головное производство полиция открыла по статье грабеж. Оба задержанных находятся под стражей. Есть ли информация, сколько автомобилей они успели ограбить? Сейчас эту информацию полиция устанавливает. Это очень нелегко. Во-вторых, к сожалению, как показывает практика, если не велось документировано данных преступлений с видеофиксацией, например, то наказание будет, к сожалению, только за один эпизод. И боюсь, что по совокупности пребывания в средственном изоляторе... Опять же, закон Савченко. Ну, опять же, не будем гадать на кофейной гуще. Тем более, этих граждан, скорее всего, придется экстрадировать. Ну, они, да, они граждане другого государства. Хотя, по украинскому закону, они могут отбывать наказание на территории Украины. Давайте перейдем к следующему эпизоду и последнему. Необычным способом промышлял в Одессе уроженец из Днепропетровской области, вор. 34-летний преступник снимал в парадных одесских домов высоток щетчики электрические. Уже, я думала, это уже камало в лето. Ну, вот, видимо, опять тенденция пошла вверх. Какая квалификация у человека высокая? Допуск к самым высоким сложным работам? А набор инструментов какой? Серьезный, кусачки, отвертка. Ну, знаете, злодеяние его засняли одесситы на камеру и вызвали полицию. Собственно, он был и задержан при выходе из одного из подъездов. Если я вижу на экранах, которые за нашей спиной, не такой уж и серьезный набор инструментов. Зато квалификация высокая, если с таким малым набором инструментов он умудрялся снимать и не повредить счетчики. Видимо, после он их сдавал или перепродавал. Конечно, конечно, да. Задержан был при выходе из подъезда, откуда он пытался вынести вот 9 сворованных, снятых счетчиков. Давайте послушаем. Сам задержанный общается с полицией. Делится опытом. Делится опытом, да. Давайте послушаем. Я сегодня примерно в 4 утра украл их из парадной. Каким способом? При помощи отверток и кусачек. Отвертками открутил, кусачками... Да, куда ранее занимались такими подобными делами? Да. И куда сбывали счетчики? На рынках одессы. И по какой стоимости? Примерно после района. Полицейские выяснили, что задержанный совершил в Одессе не первое преступление. То есть орудовал сразу в нескольких районах города. Большей частью в Киевском районе. Выбирал спальные районы для своей деятельности. Да, да. Ну и где больше высоток, высотные дома. Собственно, больше этажей, больше счетчиков. Привязательно, что придавал он их по 100 гривен. И я знаю, такой цены, конечно же, и близко даже за счетчик нет. Значительно дороже стоят счетчики. Ну, главное, что люди покупали. Да, да. На перепродажу. А это влечет за собой еще тоже уголовную ответственность. Потому что перепродажа из кубка краденого – это отдельная статья. Да, да, да. Когда-то это называлось спекуляцией. Нет. Нет? Спекуляция совершенно другая. Не ошибаюсь. Хорошо. Давайте послушаем, что говорят о задержанном правоохранителе. Допросив его, я же говорю, выяснили, что это не первое преступление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несколько десятков эпизодов – это немало, конечно. Интересно, сколько ему грозит? Да тоже, на самом деле, немного. Я тоже так думаю. Да. Ну, уголовное производство правоохранителя открыли по статье «Кража». Сейчас они, как уже было сказано, проверяют его причастность к еще аналогичным преступлениям. Хотя уже несколько десятков эпизодов есть. Хорошо, что эти люди хотя бы сознаются. Так можно попытаться расплатить эту цепочку до конца. Преступную цепочку. Спасибо тебе, Иван. Спасибо вам. Наш корреспондент Иван Леонтьев с традиционной рубрикой «Криминальная хроника Одесского региона» был у нас в студии. Мы прервемся на несколько минут, после вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова